что теперь будет легко я но ты проиграл вы гляньте на него не будем обирать пьяного пусть погоди-ка надо припадать ты слышал согласен получите слышали так а ведь он уж да уж пора выпьем выпьем создать слышала шами ты моя невеста знаешь что это значит нет что что мы должны себя вести как жених и невеста это как же я буду а тебе к лицу эти ослины и уши хорошая забава этот важный вид поехали дальше устроим что-нибудь еще я тебя ненадолго оставлю я подружка невесты так иди же я тут сам разберусь сударь и сударыни поскольку я уже давно так не развлекался решил сказать речь геральт не надо как не надо когда надо ну до сих пор я считал все деревенские забавы чем-то недостойным дворянина скажите сами будь кто из вас дворянином стал бы он водиться с чернью красоту простых девушек я всегда ценил побольше многих будьте меня на то время милые дамы я бы с радостью убедил в этом каждую из вас о ребятах я не говорю я ведь их вообще не замечаю была у меня пара неплохих конюков но никогда я с ними не болтал и не стал бы даже за день должен же человек иметь принципы разве не то но сегодня сегодня все изменилось благодаря вам я понял что деревенщина это тоже человек говорит мне с вами по-прежнему не о чем но мне это уже не мешает и спасибо вам за это я люблю вас нам уже пора на обряд на диване чипца погоди я же еще не закончил ты закончил а всем девушкам пора на обряд значит и тебе шаги вот полночь на башне пробила невесте выносит чипец все знают что воли девичьей отныне приходит конец кому грех кому смех кому сон кому звон кому добрый молодец а молодой жене чипец чем жена усердней знаем по примете тем скорей родятся в этом враги дети уж не прогневитесь мы поем для свеку пусть вам теща чарку поднесет к утеху хоть жена супругу верности клялась а свекор пусть построже чтоб не увлеклась а венок невесты следующий выйдет замуж и 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 Все это веселье напомнило мне, как мы праздновали свадьбу Ольгерда. Не мог я ему не написать. Ты передашь ему мое письмо? Передам. Спасибо. Славный ты, малый ведьмак. Хоть и зануда. Замечательные обычаи. Девушки раскраснелись, танцуют, волосы распущены, рубашки расстегнуты, а под ними... Может, хватит? Ты видел? Шани поймала венок. По мужицким поверьям, она первая выйдет замуж. Может быть. Полночь пробила. По нашему уговору, тебе пора вернуться в склеп. Нет уж. Я тут еще не закончил. Полночь минула. Можешь снять свои ослиные уши. Если хочешь, конечно. Они очень славные, но, пожалуй, я от них отдохну. Дух Витальда ушел? Видишь, она спрашивает обо мне. Значит, скучала. Я здесь, моя сладкая. Наш поцелуй так запал мне в сердце, что пусть меня сошлют на вечные муки, но я не уйду, пока не получу еще один или два. И вообще, приму все, что дашь. Я рада, что ты хорошо провел время. Поцеловала меня. А я знал, что так и будет. И это только начало. Нет, это конец. Уже полночь, и тебе пора уходить. Почему волноваться о таких мелочах? Покуда смерть обо мне не вспомнила, мы можем развлекаться от души. А как же Геральт? Ты ведь дал ему слово. Шанни Золокс, я ведь мертв. Не требуй слишком многого от трупа. Витальд фон Эверик, возвращайся туда, откуда пришел. Будь так добр. Не мешай мне. Перестань! Умоляю! Хватит! Прочь отсюда! Иначе я заберу тебя с собой и сделаю так, что ты будешь тосковать по своему вонючему склепу. Не мучаю. Обещаю. До смерти не замучаю. Что здесь такое происходит? Ты не должен был так над ним издеваться. Ну, конечно, я не должен был, но мог. Ты ведь не сделал ему плохо. Я только избавился от надоедливого гостя. Вам не было нужды дальше его терпеть. Понимаешь, Геральт выполняет одно задание, так что... Геральт всегда на задании. И всегда исчезает, как только управится. Кто знает. Может, сейчас все будет иначе. Я видел, как вы смотрите друг на друга. Кроме того, я абсолютно случайно знаю ваше прошлое. Правда? Откуда? Шани, милая, ты же не станешь спрашивать орла, отчего тот умеет летать. Ну вот. А самое важное, что вам уже не будет мешать Витальд фон Эверик. Я хотел бы остаться подольше, но... Не извиняйся, Геральт. Я на тебя не в обиде. Ведьмаки живут по своим законам. А что до меня, то... Может быть, я просто слишком многого ждала от этой свадьбы. Я не понимаю. Неважно. Я пойду к Альдоне. В конце концов, я ведь подружка невесты. Ах, Геральт, твои попытки понять женщину всегда окончаются вот так. А ты ее понимаешь? Конечно. Женщины очень просты. Проблема лишь в том, что мужчины законченные глупцы. Теперь твоя подруга будет грустить до утра. Принеси ей цветы или что-нибудь выпить. И она вмиг забудет свою печаль. Не помни, что попросил у тебя совета. Ты нужен ей. И она тебе дорога. Не воспринимай все слишком серьезно. В отношениях между людьми прекраснее всего это спонтанная искренность. Вам не нужно заканчивать, как Альдона и Евнут. Двое бедолаг, связанных узами, из которых нет выхода. Вы можете просто наслаждаться друг другом. Доброй вам ночи. Доброй вам ночи. Должна быть лихорадка. Хороший мед поднимает настроение. Добрый крепкий напиток еще никому не повредил. Вот только обрадует ли это ее? Надеюсь, Шанни выпьет и развеселится. Субтитры предоставил DimaTorzok Добрый крепкий напиток еще никому не повредил. Продолжение следует...